С 9 по 10 апреля на базе Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Владимира Ивановича Вернанского прошла конференция по техническому обеспечению комплексной безопасности на объектах различного назначения. Организаторами мероприятия выступили непосредственно Академия, Союз строителей Республики Крым, а также научно-производственный холдинг «Рубеж». Мы предложили архитектурно-строительной академии организовать здесь кафедру по пожарной безопасности. Мы могли бы оказать методическую помощь в этом вопросе, потому что у группы компании «Рубеж» есть в том числе и учебный центр, который занимается обучением проектировщиков и инженеров по пожарной безопасности. Поэтому данное мероприятие собрало уже более ста человек со всего Крыма. Люди приехали с Феодосии, с Евпатории, с Севастополя, ну естественно с Симферопольской компанией, приехали проектировщики, монтажники. Им очень интересен этот вопрос, им надо вникать в российские нормы, им нужно перестраивать свою работу, переходить все-таки на новое законодательство. И мы с удовольствием в этом помогаем, потому что у нас накоплен огромный опыт именно по работе в нормативах Российской Федерации. Поэтому мы проводим эти конференции и с удовольствием приглашаем на них людей, и люди приходят. Руководителям строительных, монтажных и проектных компаний и их главным инженером, специалистам по безопасности, была предоставлена обширная информация по современным требованиям и нормам законодательства в сфере строительства, проектирования и государственного надзора. Также в ходе встречи были обозначены основные проблемы данных направлений и пути их решения. Нам интересна эта конференция с нескольких точек зрения. Первая точка зрения – это научная точка, потому что нам важно знать, какие передовые разработки, какие передовые темы именно в обеспечении безопасности на объектах строительства. Второе – со стороны образовательного процесса. В нашем учебном плане мы надеемся, что нам удастся включить в этот план несколько или одну хотя бы для начала дисциплину, которая позволила бы привлекать их специалистов для чтения лекций и так далее. Это второй аспект. И третий аспект – это практика студентов. Это современные лаборатории, которые они могут нам поставить. Это помощь в соответствующем обеспечении. Поэтому они нам в этом плане могут и помочь. Ну а мы уже со своей стороны готовы с ними сотрудничать, работать. Редактор субтитров А.Семкин